Больше всего подростков в рамках программы летнего трудоустройства работает в компании «Чистый город». Ребята следят за чистотой улиц и участвуют в благоустройстве города, высаживая цветы. На сегодняшний день школьники посадили уже порядка 7 тысяч растений. Красивые клумбы можно увидеть возле памятника Иваново-Учийскому, самолёта Як-7Б, городской администрации и других общественных мест. Выкапываем яму, чтобы цветок сел вот так вот. Насколько глубокая должна быть яма? Ну, не особо глубокая, но чтобы горшок примерно немного входил в землю. Потом закапываем сам этот цветок и прижимаем в землю. Примерно так получается. Владимир Семяшкин с лёгкостью высаживает цветы. Молодой человек работает в компании «Чистый город» в рамках кампании по летнему трудоустройству подростков. Сначала он убирал мусор на городских улицах, сейчас придаёт центральной части Наринмара эстетический вид. По соседству с Владимиром работает Елена Лапина. Для девушки это первые трудовые каникулы и первый опыт по высадке цветов. Ну, это достаточно интересно и я саморазвиваюсь. То есть, я думаю, мне это пригодится в жизни. А дома? А дома этим занимается мама. Я не лезу туда. Этим летом «Чистый город» закупил на рассаду у тепличного комбината «Солнышко» 16 тысяч цветов. А это на 4 тысячи больше, чем в прошлом году. Весь процесс проходит в два этапа. Первый – высадка, второй – замена повреждённых растений. В этом году на основании прошлого года мы выбрали те цветы, которые больше придают эстетичность. Это петуния махровая и петуния крупноцветковая. Они удобны в посадке и выглядят они более красивыми и привлекательными. Также наши любимые бархатцы и цинерария разных расцветок. После посадки растений за ними полагается тщательный уход. Сотрудники «Чистого города» в течение всего лета будут поливать цветы и следить за их состоянием. Иван Никонов, Людмила Сидейская, Сергей Качегов, Телеканал Север.